В Кустанайской области успешно реализуются проекты в сфере цифровизации. Продолжается работа по внедрению новых технологий в систему государственного аппарата и в сферу бизнеса. В ближайшее время в городах области планируют установить вышки 5G. Связью уровня 4G планируют охватить большую часть сел региона до 2025 года. Подробности в репортаже моих коллег. В Кустанайской области продолжается развитие IT-индустрии. В Кустанайской области открываются курсы по подготовке программистов. Создаются рабочие места для специалистов в сфере цифровизации. Такая работа дает свои результаты. К слову, только в прошлом году IT-компании принесли области прибыль в размере 2 миллиарда тенге. В области работает более 300 фирм по разработке сайтов и программного обеспечения. Не менее важной является подготовка IT-специалистов. Данная работа ведется со школьной скамейкой. В области по направлению информационных технологий специализируются три школы. Школа-лицей УЗАД разорвает интеллектуальная школа и физико-математические лицей. У данных учебных организаций налажено сотрудничество с преподавателями 4-х в области, которые являлись научными консультантами по предметам информационно-технологического и естественного математического направления. К примеру, за пять лет участия в конкурсе научных проектов «Резердель» IT-школа УЗАД заявила 88 научных проектов. За последние десятилетия цифровизация проникла во многие сферы деятельности человека, в том числе и облегчила процесс выдачи большинства документов, которые сегодня каждый может получить в электронном формате. Для функционирования IT-технологий важно подготавливать компетентных специалистов. Для этого в регионе планируется увеличить набор вузы для обучения профессиям IT-направления. Аким области отметил, что в ближайшее время в регионе планируется организовать IT-фестиваль для специалистов сферы цифровых технологий. Необходимо также развивать свою IT-культуру среди молодых людей. Мы понимаем это. Поэтому думаю, что управление цифровизацией совместно с управлением образованием могли бы продумать про вопрос о проведении IT-фестиваля для молодых людей в нашей Кустанайской области. Считаю, что он должен быть ежегодным, где будут собираться все креативные молодые люди, работающие в этой сфере, планирующие работать в этой сфере, где мы должны обмениваться постоянными креативными идеями. И должна быть такая хорошая тусовка для молодых креативных людей. Мы соответствующую помощь и материальную, организационную готовы оказывать. Цифровизация процессов производства применяется и в сфере животноводства. К примеру, многие хозяйства региона внедряют электронные системы учёта скота. Своей помощью фермеры могут рассчитывать расходы на каждую бурёнку, планировать закуп подходов и других кормов для всего поголовья. Также цифровые технологии используются для отслеживания состояния животных. С помощью датчиков зоотехники могут следить в режиме реального времени за основными показателями жизнедеятельности коровы. В случае изменения данных худшую сторону зоотехники могут скорректировать рацион животного или обследовать его на предмет заплеваний. Эти данные позволяют в дальнейшем увеличить, во-первых, надоль молока и, соответственно, улучшить качество. То есть, если мы вовремя понимаем, что коровая двигательность сократила, уменьшила, то есть замедлилась, мы уже вовремя принимаем какие-то меры, чтобы не поколоть антибиотиками, соответственно, с монетами, без антибиотиков, у нас качество молока улучшается, и мы вовремя применяем телевые меры, чтобы не заболело всё стало. Это вот именно полное оборудование для молочного производства. И также, кроме этого, мы работаем с оборудованием, которое направлено на мясное производство. А именно это комплексы, весовые комплексы «Галлхер» и платформа «Вайтелл». И непосредственно наша компания занимается именно интеграцией любого IT-решения именно с этим оборудованием. С оборудованием «Смартстер» тоже и, соответственно, с этим оборудованием для мясного производства. Для развития цифровых технологий региону необходим качественный уровень интернет-связи. В области продолжается работа по улучшению трафика и установке матч-связи в местах с низкой плотностью сети. На данный момент 167 сёл имеют доступ к широкополосному интернету. Сейчас основная работа по цифровизации сосредоточена на юге области. До конца года планируется провести интернет в отдалённые сёла Амангельдинского и Джангельдинского районов. На реализацию проекта выделено 75 миллионов тенге. Дмитрий Муштар, Родион Бабич, телеканал Кустанай.